Друзья, всем привет! Вчера мы приняли решение поехать в центр Испании, потому что вчера в Валенсии был один из самых жарких дней в этом году. И вообще в мире сейчас аномальная жара какая-то, поэтому мы решили прятаться в горах. Сейчас здесь вот мы едем, 12 часов дня, и температура около 70 градусов, это примерно 20 чем-то градусов. 22 где-то градуса, 23, наверное, по Цельсию. И, в общем, здесь, во-первых, не так жарко, во-вторых, не такие цены высокие, потому что сейчас вся Европа едет, как раз начинается сезон отпусков, и в августе вся Европа едет на побережье Италии, Испании, и Португалии в том числе. И поэтому вообще летом, тем более в августе, нет вообще никакого смысла туда суваться. И мы, наверное, пожалуй, туда поедем, может быть, зимой или осенью, в какие-то такие месяца, когда там не будет ажиотажа вот этого туристического. А сейчас прокатимся, вот здесь есть Зарагоста рядом, там город, потом Мадрид. Ну, в центре Испании, на самом деле, много мест, которые можно посетить тоже. Потом в Андорру мы хотим съездить. В Андорре граждане Казахстана могут 90 дней пребывать без визы, и мы там свой шенген можем потянуть. То есть, если там паспортный контроль, мы сейчас на территорию Андорры заедем, типа как выйдем из шенгена и сможем там 90 дней якобы побыть, и потом выехать, то есть на территории Европы без шенгена понаходиться. Но это не точно еще, я это выясню, и потом вам все расскажу про это. Ну, вообще, граждане Казахстана могут быть 90 дней там без визы. Просто, как они туда попадут, это только на машине, если туда заехать, потому что аэропорт находится в Испании. Вот так выглядят здесь ландшафты. Мы 100 километров отъехали от Валенсии, 120 где-то. Такая почва, каменистая, пустынная. В основном кустарники, больших деревьев очень мало. И практически нет, потому что ветер дует. Мы заехали в город Теруэль. Вот здесь вот в центральной части расположен акведук у них, такой мост. И что примечательно, что это достаточно старый город, он еще в доримскую эпоху существовал. Здесь были арабские поселения. Население небольшое у города. До 50 тысяч. Города такие небольшие, их сразу видно. Вот акведук. Раньше он для воды был, а теперь пешеходный мост обычный. Они здесь вот так вот стараются сохранить все вот эти памятники. Здесь есть собор, один из главной достопримечательностей. Это не он случайно? Нет, у собора четыре башни. Здесь у них так интересно. Город расположен прямо внизу, в долине. Вот там вот есть лифты, которые людей спускают вниз наверх. А это проходят мосты. Там слева пешеходный мост. А здесь для машин, но и пешеходы тоже могут ходить. Вот так вот он, собственно, выглядит. Пролет здесь, я не знаю, метров 150, наверное. Если не больше, между двумя опорами. И вот он стоит, держится по нему. Еще и машины ездят. Там внизу люди. Автодома. Отдыхают. Бесплатная стоянка. Пожалуйста. Делают, что захотят. Миленький городочек. Вот мне такие вот места по душе. Здесь мало иммигрантов. Спокойно жизнь идет своим чередом. Город самобытный. Вот здесь вместо попрошаек люди что-то продают, мастерят. Оказывается, друзья, Турель, это Хосе Туран. А Турель, это человек был, в честь которого назвали этот город. И вот здесь у них, конечно же, есть фонтан. Очень симпатичный городочек. Прям очень даже. И причем мы остановились рядом с ним. И всего лишь, по-моему, за 40 евро приличный такой отель был. Ну, по трассе, конечно же. Но все равно, по сравнению с Валенсией, с Барселоной, здесь цены в 2-3 раза ниже. У них здесь, видите как, практически во всей Европе. Ну, не во всей, конечно, Европе. Но вот особенно в таких городах. Вот, у них все здесь закатано в бетон. И потом, со временем, они вот это разрушат. Это из слабого бетона сделано. И дерево сможет дальше расти. Каждое деревце подвязано. Ну, расскажи хоть, как ты ее поставил. Заехал, да и все, что рассказываешь. 6 секунд. Приезжаем Ренессансный мост. Прям круто, можно отдохнуть. Чистейшая вода, горная. Там парковка есть. Вообще здесь даже, наверное, заночевать можно. Да, там вон под соснами прям заночевать можно. Друзья, мы сейчас здесь по дороге обнаружили городочек с черепахами, во-первых. Во-вторых, вот здесь какие-то лагуны горные непонятные. И написано экстремальные, короче говоря, здесь места, наверное. И написано купаться запрещено. Такая красивая лагуна. Такое место прям красивое. Почему купаться? Наверное, потому что выхода нет. Здесь 3 или 4 лагуны таких. Просто невероятная какая-то здесь тишина. Умиротворение такое. От 11, по-моему, до... А, от 4 до 32 метров. От 11 до 32 метров. Вот еще вот такие есть. Целая куча. Но здесь ничего нельзя вообще. Они почему-то все прям... Спать ничего нельзя. Вообще ничего нельзя, короче. Пора валить. Под землю идет. Лягула с обдаранием. Ну, в общем, ничего, короче, здесь нельзя. Зато много трекинговых маршрутов. И можете припарковаться. Погулять здесь рядом. А N это какой элемент химический? N это что? Азот, наверное. Так, друзья, собственно, называется этот город. Ну, и, в общем, он помимо того, что славится вот этими вот, значит, висячими домами. Здесь еще очень много трекинговых маршрутов, как и везде, пожалуй, в Европе. И вот там вот это вот арка и это вход в город, сам старый город. Вот он раньше вот здесь вот находился, потом там внизу новый построили, где мы спали. И там есть еще туннель такой, типа прохода, такая пещера. Мы решили начать знакомство с городом, вот с его старого центра. Тем более сюда, прямо сюда можно заехать, прямо на самый верх. И дома здесь находятся вот таким вот образом, вот на таких вот скалах. Их еще называют висячими домами. Сейчас я вам покажу со стороны, как это все выглядит. Ну, достаточно такой, самобытный город, интересный и мало туристов. Все, как я люблю. Вчера вечером хотели здесь заночевать в машине, но здесь прям очень холодно. Здесь ночью температура опускалась, по-моему, до 13-14 градусов. Вот мы проснулись в отеле, у нас были окна открыты, и мы замерзли, короче. Вот так они выглядят, эти дома. Очень интересно. Как, чем-то напоминает монастыри и метеоры в Греции. И поехали от жары спасаться от Валенсии, и здесь замерзли в итоге. Ну, здесь цены на самом деле очень хорошие. Мы останавливались в отеле в приличном всего лишь за 40 евро. Вот здесь у меня сейчас за спиной Министерство культуры, здесь местное. И, пожалуй, отсюда открывается самый такой живописный вид. Вообще, здесь где-то можно было прям найти место и заночевать. Я просто вчера не хотел уже тратить на это силы, потому что мы вечером приехали. И, тем более, за 40 евро никакого смысла нет на улице спать, когда вы можете переночевать всего лишь за 40 евро. Да, в нормальном месте в отеле. А вот там по тому мосту бегают люди. Там мост есть железный, по нему прям бегают. Можно чуть-чуть выше подняться за вот этим зданием. Это вот у меня здание, там парковка. И вот здесь здание. У меня за спиной Министерства культуры. Здесь можно вот так вот чуть по бездорожью подняться. И увидеть еще более красивые места. Вот такого рода. С обрывами, правда. Но очень красиво. Причем интересно, что в этом регионе все больше вот таких вот оффроуд автомобилей у них встречается. Всяких разных джипов. Я думал, у них здесь, в Испании этим не занимается. Оказывается, нет. Так, еще можно туда поехать. У них еще здесь на горе. Вот такой вот памятник. По всей видимости, артисту какому-то. И, в общем, они вот так сделали сидушки. Вообще не стали заморачиваться с опалубкой. Просто взяли, сварили. Здесь из металлического листа. И прям сразу залили бетоном это все. Ступеньки залили. И вот здесь еще ступеньки типа сиденья. И вот здесь еще такие штучки тоже сделали. Вот здесь такой каньон. Там внизу слышно речка течет. Очень прям такая сильная, серьезная. Мы бы там точно замерзли бы, если бы там спали в этом ущелье. И вот это, собственно, город Куенко. Он тоже находится внизу. В ущелье, кстати, наверное, поэтому там холодно было. С нижней части там течет речка. И есть небольшая такая дорога. Я думаю, там прям очень много мест, где можно вставить с автодомом, либо с машиной, с палаткой заночевать. Место такое классное. И летом здесь вообще не жарко. Вот по таким местам надо путешествовать летом. Здесь еще, кстати, вот эти вот линии есть. Это можно на них кататься, перекатываться с одной стороны ущелья на другую. Вот эти вот тросы, которые натянуты. Это как у нас в лесной сказке в Алма-Ате. И они вот так вот катают. Отсюда туда катают. Ну и, соответственно, если вы трекингом занимаетесь, вы можете на этом прокатиться и оказаться на той стороне ущелья. Будет такой экспириенс интересный. Друзья, здесь прям очень красивая природа. И вот так вот дорога идет в одну сторону, в другую сторону. Практически вообще никто здесь не ездит. И можно было здесь и спать спокойно. Очень мало туристов. Все поехали, видимо, загорать, купаться на побережье. А мы наоборот сюда. И вот эти вот центральные части, материковые части и в Турции, и в Европе. Конечно же, их лучше посещать днем, летом. Потому что зимой здесь будет прохладно. И зимой сюда, наоборот, поедут туристы. Здесь зимой будет лыжники, будет много туристов. А сейчас вы можете спокойно кататься здесь. Вам не жарко и цены демократичные. Цены ниже. В общем, друзья, решили мы потихонечку покидать эти окрестности. Ну, лично мне здесь очень понравилось. Мы сейчас остановились прямо возле дороги, набрали дикой сливы. Она уже поспела, падает на землю, на асфальт. И жалко. Прям много-много деревьев. И мы набрали себе килограмма 3-4. Это примерно, ну, не меньше 10 евро стоит такой урожай. И груши уже спеют здесь в горах. Ягоды всякие разные спеют. Прям вот на дороге растут вот так вот дикие всякие разные деревья. И европейцы, конечно же, этим не занимаются. Они вот на велосипедах катаются. Им сливы некогда собирать. А вообще прям я детство вспомнил, как вот с дерева вот так сорвал этой сливы червивой настоящей, вкусной. И, в общем, мы сейчас едем в Толедо. И говорят, что вот эта Куэнка, она уступает по красоте только как раз таки вот этому городу Толедо, в которую мы сейчас едем. Еще мне здесь понравилось, что очень много мест, где можно остановиться, поспать. А мы поспали вчера в отеле. Мы заехали в город и думали, что, ну, там уже ничего не будет. А здесь на самом деле очень много мест. Особенно, когда вы выезжаете вот сюда в горы. Здесь и отелей тоже много, и вот речек много. И вот-вот таких вот стояночек, остановочек. Все открыто, везде можете заехать, припарковаться. Вот так вот люди живут. Прям отвесная-отвесная такая скала. Уже даже крошится. И все равно там кто-то живет. Здесь только что заасфальтировали. Вообще, в Испании очень тяжело найти плохую дорогу. Скорее всего, она даже была хорошая. Они просто взяли ее заасфальтировали. Очень много знаков у них. Знаки повторяются, дублируются. И порой это, конечно, хорошо. А порой бывает, что можно запутаться. Кстати, вот здесь они ходят без маечек. Это потому что они все на ту бешку вышли. Ну, понятно, но в больших городах это нельзя так делать. Потому что, что они здесь могут. Ну, вообще, по идее, вообще нигде нельзя. Ну, они как бы здесь нарушают. И знаки тоже нарушают потихонечку. Особенно, которые со стоянкой связаны. Ну, я думаю, здесь все с пониманием относятся. Груша уже начинает спеть потихонечку. Еще пока зеленая. Ну, скоро уже поспеет. Может быть, даже мы успеем набрать. Покушать. Здесь килограмм яблок 2 евро стоит. Минимум. И сливы, и персики тоже, в принципе, примерно так же. Ну, меньше 2 евро ничего не стоит за килограмм. Поэтому мы решили остановиться и сэкономить. Вот тоже набираем бесплатно. В принципе, ее спокойно можно пить. И она даже еще лучше. Это ледниковая вода. Она без всякой хлорки, без всякого такого. Проточная, постоянно чистая вода. Не застаивается где-то в трубах. Еще даже лучше. Мы сейчас, по-моему, объедем Куэнку с другой стороны. То есть, мы сейчас были вот там, где-то на горе справа. И вот здесь сколько едем, столько новая асфальт лежит. Хотя он здесь у них и так везде хороший. Видимо, просто время пришло поменять. И, может быть, он даже не износился. Они взяли сверху еще один слой и положили. Поклали. Поклали. Ну вот, старая дорога, она вот примерно вот такая была. Вообще ничем не хуже. Просто были трещинки где-то замазанные, такие небольшие, битумом. И, да, видимо, уже срок прошел. Вон там мы сейчас катались. Ну и они взяли, просто закатались в асфальт. А вот эта справа, это пешеходная. Пешеходы здесь ходят тоже. Вот такая была дорога. Вообще ничем не хуже. Они взяли, сделали еще новую асфальт. Прямо как у нас в Казахстане. Вот они, друзья, собственно, эти дома, которые я вам показывал. Сейчас мы к ним подъехали. А вот это вот эти канатные дороги, на которых можно спуститься с той стороны. А, кстати, оттуда можно спуститься на них. И вот прямо сюда рядом здесь оказаться с вот этими строениями. Которые дома на скалах. Ну да, круто, конечно. Очень много людей гуляет. Причем, как бы, это трасса. И все равно они здесь гуляют. Вот здесь прямо они вообще возле дороги. И вот так вот дома. Причем это дома эксплуатируются. Там кто-то живет. Прям серьезным образом живут. И вот они ремонтируют, снизу ставят леса. А это вот мост железный. Он такой невзрачный, но все равно есть вот такой мост с одного ущелья на другое. По нему тоже можно погулять. Мост Пабло. А, да, это мост Пабло. И отсюда, типа, самые хорошие виды открываются. Ну, наверное, с этого моста, если туда прийти. Ну, мы уже туда, наверное, не будем возвращаться, потому что нам надо ехать 2 часа до Толеда. Там еще искать опять, где жить. Каждый день у нас поиски жилья начинаются ближе к вечеру. А здесь что? Здесь еще вот есть такая стоянка платная для автодомов. Большая, то есть прям возле речки стоят под деревьями автодома. И можно было тоже здесь заночевать, но нам, в принципе, это не актуально, потому что мы можем более найти интересные места. Единственное здесь плюс, что совсем рядом все. Вот вы припарковали, здесь поспали, и у вас полностью все. Вы сразу этот мост Пабло можете пойти, и туда в центр города можете пойти. Все достопримечательности здесь рядом, вот он, этот мост. А туда везде, видите, запрещен въезд туда только пешочком ходить. Это только вот въезд для, короче, для авторизированных. И там то же самое. Да, друзья, город, конечно, очень красивый. И вот мы вчера заехали со стороны нового города, я думал, что вообще за фигня. И, короче говоря, сегодня поехали, подъехали, поехали. Сначала заехали на площадь, я думаю, что за площадь какая-то, вообще непонятно. А у них здесь прям все интересно. Повыходили все на улицу. Они здесь не так рано просыпаются, потому что у них может быть даже съеста здесь нет, потому что здесь не жарко. Он помидоры продает по 3 евро за килограмм. Ну, наверное, у нас хорошие помидоры тоже большие, вот такие вот, как это называется. Бычье сердце тоже, наверное, примерно так и стоит, вот этот полторы тысячи. Шепелявые испанцы? Нет, даже португальцы что-то шепелявые. А эти не шепелявые? Чуточку всего, там одна пола, которая не шепелявая. Какая? Вместо сэ, сэ. Как? Сэ. Сэ? Сэ? Испания? Испания? Нет, например, как слово «корасон», не сэ, звучит, а сэ. Курасон? Да, то есть у них сэ превращается в такую шепелявую, а так у них больше нет шепелявых звуков, в артугальском. 50 тысяч населения этого города. И вот такие города, они прям по мне, я бы, да, может быть, даже здесь еще и остался. Туристов вообще практически нет. С Европы, с Испании приезжают туристы, а вот с каких-то других стран и с Евросоюза даже вообще мало номеров. Я хотел показать, как вот здесь они делают дорогу. Они ее не перекрывают полностью, так как это у нас делается. И вот сделали себе, маленький коридочек выбрали, огородили его, и аккуратненько, чистенько, без шума, без пыли работают. Спокойненько, никому не мешают. Ну, конечно, это небольшой город, естественно, его, допустим, не сравнить там с Алма-Той или там с Астаной. Но все равно, так или иначе, вот они как-то здесь все аккуратненько делают, спокойненько. Вот, а это новая уже часть города. И мы выезжаем на автостраду в сторону Толеда. Сейчас заедем на трассе, попьем кофе. У них такие здесь магазины классные, придорожные на трассах. А, в смысле, даже здесь Леруа Мерлен есть. Я думал, это заканчивается, а это туда, то что съезд, заканчивается автострада. А вот мы будем ехать сейчас по автостраде А3 Мадрид. Здесь у них тоже, во всех городах практически есть Mercedes-Benz центр, вот, там Kia центр. Ну, опять же, я говорю, я заехал в Тойота центр, они мне сказали 250 евро поменять масло с фильтром. Я сказал спасибо и поехал, короче говоря, поменял его сам вчера. И, в общем, еду спокойно дальше 250 евро в кармане. Но это у меня, как бы, было масло, у меня был фильтр, у меня были ключи, поэтому я смог сделать. И у меня была возможность там заехать на такое, типа, эстакады из камней. А если у вас этого ничего нет, то, конечно, придется платить. Но я думаю, у них здесь есть не специализированные, а такие вот, типа, пункт замены масла. И там, наверное, будет поменьше стоить. Но мне в любом случае в Тойота центре не подходило, потому что у них не было 0.16 масла. А мне нужно и 0.16 такое жиденькое. Кстати, мы сейчас будем искать, чтобы у меня опять канистра лежала с маслом в машине. Потому что у меня там один или два фильтра осталось. И надо еще канистру опять закинуть с маслом, чтобы лежала в машине. Ну, друзья, еще один джипер. И у них вот все больше и больше джиперов здесь прям. Такие ландшафты здесь, в этой части Испании. И вот это вот ITV, Куенко, это, по всей видимости, пункт техосмотра ITV. Но у нас этот техосмотр никто никогда нигде не просил. И, короче говоря, я думаю, что его здесь и по сути не надо делать. Вот такие здесь места. Можно машину помыть. Мы, кстати, это сейчас и сделаем. В туалет сходим. Можно пропылесосить машину. А, Кэрфур Экспресс здесь есть на заправке даже. 95-й, 168 стоит. Может быть, 95-го зальем. У них здесь Прада популярная в этом регионе машина, Тойота Прада. Они прям ее любят. И вот в таком месте под навесиком вы можете, кстати, тоже остановиться, поспать. Вот здесь и кофе можно попить. Это типичная такая остановка между городами. Вот мы только с Куэнки выехали и сразу увидели вот здесь буфет, ресторанте и заправка. Едем по трассе А3 в сторону Толета, в сторону Мадрида. И вот слева у нас тут железная дорога проходит. Ну, не могу сказать, что прям очень много зелени. Наверное, Испания, она больше такая суховатая страна. Ну, в плане того, что здесь каменистая такая почва и температура здесь летом очень высокая. Ну, и зимой тоже у них здесь не холодно. И вот так бы ехал бы, может быть, даже сказал, что где-то даже, может, в Казахстане еду. Или, может, даже где-то в России. Конечно, с Турцией очень похоже. Естественно, у них здесь очень много знаков, всякая информация, придорожный сервис очень хорошо развит. Ну, и вообще сама по себе дорога очень хорошая. Мы сейчас едем по бесплатной дороге. И никакого вообще нет смысла ехать по платной, когда есть вот такие вот бесплатные трассы между городами. Но вместе с тем бесплатные дороги тоже есть. Но они в основном идут, когда их тяжело построить, где-то типа как мосты, туннели или там многоуровневые, какие-то дороги такие. Вот они идут бесплатные. Здесь вот ограждения, в принципе, у них везде. И, как правило, чем-то все засажено. Вот здесь справа, по-моему, уже собрали урожай. До Мадрида 112 километров осталось. И по несколько раз, вроде как, в год они здесь засаживают. 120 километров ограничения по скорости. Вот здесь справа подсолнухи растут. И вот где мы едем, постоянно, если, допустим, не камни, не каменистая вот такая почва, то они что-то садят обязательно. Что-то у них постоянно растет. Вот здесь красивые прям пейзажи. Витринные генераторы. И опять подсолнухи. И справа тоже либо подсолнухи растут, либо еще какая-то культура. И вот мне вот нравится прям такая дорога. Красота. Периодически проезжаем вот такие вот красивые деревеньки. Ну, трасса, да, в Испании, конечно. Прям очень красивая. Как будто фильм какой-то. И дорога тоже красивая. Вообще нисколько, ни капельки, ни в тягость дорога. Прям еду с удовольствием, с большим. Если я где-то по Казахстану или по России, я ехал, думал, быстрее, быстрее бы проехать, быстрее бы проехать. Здесь прям наслаждаюсь видами и самой дорогой, и участниками другими дорожного движения. Все спокойно едут. Друг друга пропускают. Никто не напрягается. Ничего. Вот здесь она уходит на мост, на какой-то. На Мадрида уже 90 километров. Кстати, в центре Мадрида тоже есть зона, но она небольшая, в которую нельзя заезжать. По сравнению с Барселоной, она, в принципе, небольшая. И вот как бы мы едем, видите, какие мосты здесь. И это все бесплатно. То есть, дорога проходит как-то между скал, между гор. Вообще, мы сейчас находимся на высоте 900 метров в горах, поэтому здесь не жарко. И Мадрид сейчас тоже посмотрим. Он, по-моему, тоже... Вчера 25. Вчера 25 градусов было. А, вот, да, здесь мосты вот эти вот красивые, средневековые. Это, наверное, старая дорога, она раньше вот так проходила. И вот они ее заменили. В Турции тоже часто так делают. Старая дорога, она проходит параллельно вот новой дороге, но они обе бесплатные. И старая, конечно же, будет намного живописнее. С правой стороны вот несется поезд. Это он как бы сейчас навстречу нам едет. Я не знаю, какая у него скорость. И только что сейчас проехал туда. Мы едем 100, 120. И этот поезд просто нас вот так, как будто мы на месте стоим, обогнал. Я не знаю, он, наверное, не меньше 200 или 300 даже едет. И, во-первых, так быстро. Во-вторых, видно, как у них здесь железная дорога четко сделана. Ровненько. По всей видимости, все рельсы друг с другом сварены, соединены. И все очень четко, конечно, естественно, он может отнестись на такой скорости. И плюс ко всему еще эта железная дорога, она ограждена. То есть вы не сможете туда как-то выйти, там, постоять на рельсах. Или там по рельсам погулять, по путям погулять. Все ограждено. С Диограда. Ну и плюс ко всему еще, наверное, камера. То есть нам не получится погулять. Нам остается тут Олета 60 километров. Вот такие вот здесь прям ландшафты стали. Вообще совсем пустынные, ближе к Мадриду. Потому что мы заезжаем в центр Испании. И посмотрели, в Мадриде тоже жара. Я уже даже не знаю, где от нее прятаться. Может быть, вот на том побережье североатлантическом будет не так жарко. Там попробуем покататься. Подъезжаем к Толето уже 30 километров. И степи, прям вообще степи. Как будто бы Казахстан я бы, даже, наверное, если бы вот так ехал, если бы не было такой разметки хорошей, знаков, я бы, может, даже подумал, что это Казахстан. Ну, по почве, по крайней мере. Встречаются кустарники. Вообще, на самом деле, здесь очень много разных деревьев. Тополя, карагачи. Еще много всяких разных деревьев, которые у нас в Казахстане тоже растут. Климат, в принципе, похож, наверное, немного. Подъезжаем к городу Толето. Я уже вижу, что здесь очень много чего интересного у них есть. И город с богатейшей историей. Здесь и мусульмане были, и, в общем, римляне. И сейчас здесь Испания. Вот так он выглядит. Там какой-то дворец даже есть. И, ну, это одна из самых главных, по сути, достопримечательностей Испании. Если приезжаете в Испанию, катаетесь по Испании, то, конечно, лучше сюда приехать. Особенно летом. Потому что здесь цены, в принципе, нормальные. И я вот сейчас вот... Мы уже в Толето. И здесь где-то километр отсюда. Уже наш отель. И я заплатил всего лишь 40 евро опять. Как раз он в историческом центре находится. Ну, я думаю, вот какой-то типа такого отельчик у нас. И он как раз здесь недалеко. Сейчас будем сиесту сначала делать. Посмотрите, какой памятник красивый. Из металла, по-моему, он сделан. И вот у них все вот эти... А здесь еще и на иврите, по-моему, написано. Здесь же... А, на арабском, наверное, написано. Там какой-то царь. Царь-царевич, король-королевич. Ну, первые впечатления. Весьма-весьма прям такие... Интересный город. Вот такой вот у нас отель здесь. Классный. За 40 евро всего лишь. Чистейший, просто идеальная чистота. Походу, он даже новый. И большой. Недавно ремонт сделали. Вот здесь все, сантехника, все новое. 40 евро. И вот кондиционер, все есть. 40 евро где-то остановиться в Валенсии. Это просто, ну, наверное, невозможно. И в Барселоне тем более. Вот с видом на нашу машину. И здесь они нам еще сказали, где есть бесплатные парковки. Поэтому... Может быть, мы даже здесь несколько дней проживем. Потому что за такие деньги... Вообще круто. У нас здесь еще на ресепшен есть вот такой вот терминал. Помимо того, что на ресепшен очень милые люди работают. А вы, короче говоря, выбираете, что вы хотите. Допустим, это, вот это. И на чем вы хотите ехать. Если пешком, то вот так. Описание здесь полностью про этот мост и вообще про это место, куда идти. Вот написано, купите здесь ваши билеты. Контраке тоже. Тора. Стадион, площадь Тора. 10 евро всего лишь стоит вход. И там иногда показывают, помимо того, что выступления на быках, там еще разные другие представления могут быть. Типа там на мотоциклах или еще что-то. Я решил пойти погулять в центр. Вот сейчас 8 часов. С 8 часов начинают действовать бесплатные парковки здесь. И, в общем, я припарковал машину бесплатно. До утра до 10 она будет стоять. Ну, вот примерно у нас в таком месте на синей линии. Там, где днем надо платить. Хотя днем у них здесь с 2 до 5 сиеста. Все бесплатно. И, на самом деле, более-менее прохладно только в 7-8 становится. Получается, они работают до 2. Потом после 5 тоже еще чуть-чуть работают. И, в общем, в 7-8 у них начинается гулянка. Темнеет здесь летом полдесятого. 9-9.30. Общественный транспорт. Вот это доставка еды. Здесь очень много отелей. И выбор прям такой хороший. И цены намного ниже. Примерно в два раза ниже, чем по сравнению с Барселоной, с Валенцией. Эти дворцы, замки вот такие вот, напоминают чем-то Францию. У них там тоже вот так вот садик, огородик и трава не растет. Здесь из-за того, что было смещение религий, смешивание, здесь и арабы жили, и мусульмане, и католики, в общем, христиане. Короче говоря, всякие разные здесь веры были. И поэтому здесь можно встретить элементы вот такого вот смешивания религий. Оно как-то называется, я не помню как. И здесь по лестницам можно подняться на самый верх. Где-то вот здесь есть лестницы, экскалаторы. Туда можно подняться. Вот отсюда, значит, видно, как это был город, город-крепость. Это, по всей видимости, главные ворота. И вот стены этого города. Здесь мы видим, значит, памятнику Карлосу V. Эмператор или император. И здесь вот такой вот дворик внутренний. Я зашел вовнутрь. Здесь тоже. Такие же улочки, как и, впрочем, во всех городочках небольших европейских деревеньках. Но город симпатичный, такой миленький. И еще вам хотел сказать, вот во всех городах европейских есть вот такие колоночки. Отсюда течет водопроводная вода. Можете налить. Можете умыться, помыться. Можете попить ее. Абсолютно чистая вода. Она, кстати, сама остановится. Ее не обязательно выключать. Здесь вообще такой прям туннель. Но это уже, по-моему, современный туннель. Здесь тоже так же вот люди водят, испанцы водят экскурсии. Мне кажется, вот это вот экскурсии, такое ощущение, что они как будто бы бесплатные. Потому что я здесь в интернете видел экскурсии, водят людей, бесплатно можно записаться. И типа вас будут по Мадриду водить, рассказывать. Я думаю, они потом просто какие-то чьевые попросят. И все. Но это на испанском языке, вы должны знать испанский. А вот у них уже продают, это современные уже. Но вот раньше всякие рыцари. И ребята вот эти вот, так вот выглядели со своими ножами, кинжалами. Ну, город такой, да. Прям особенно вечером, на закате, вообще круто. Я зашел, значит, слева. И вот здесь есть еще вот такой дворец, мимо которого я уже прошел. Который мы с вами видели, там где-то мы живем. И здесь еще есть река большая. И вон там, по-моему, есть стоянка. На этой стоянке можно заночевать. Прямо возле речки Плажки. Потому что там большая парковка. Я думаю, там можно ночевать спокойно вообще. В таких городах вообще несложно найти место для ночлега. И, как правило, они очень живописные, эти места. Старые здания здесь в городе, в готическом квартале. И здесь очень распространены у них суши-бары. Прямо видно, что японцы готовят японские такие суши. Сушими готовят. Ножи вот так продают. Причем у нас бы вот это запросто считалось бы холодным оружием. А у них это просто вот так вот, как типа сувенирчики. Вон, посмотрите. В Европе вообще вот это вот ножи, они с собой повсюду их таскают. Потому что они занимаются трекингом. Они ходят в горы. О, здесь, кстати, есть вот такой вот автобус. С открытым верхом Толедо. Можно купить тоже билет, покататься здесь хотя бы на один день. Ну, я думаю, если вы приедете на машине, в принципе, в этом не будет необходимости. Большие расстояния вы можете на машине проехать. А по вот таким вот улочкам, по таким местам лучше пешочком гулять. А сюда, скорее всего, кстати, не будут пускать машины. Здесь, наверное, только пешком гулять. Здесь у нас, значит, памятник. Нужно чесать вот здесь, по всей видимости. Или руку чесать. Кто это? Интересно мне знать. Даже не знаю. А вот такие вот у них цены здесь в ресторане. В принципе, блюдо стоит, наверное, так же, как у нас в Алмате. В районе 5000 дингер. И есть рестораны, в которые стоят очереди. Вот, типа, как там ресторан, а туда очередь. И здесь вот меню можно за 15 евро на человека. Наверное, без напитков, но, может быть, там будет напиток. Покушать за 15 евро, поужинать можно ужин в ресторане. Все, что касается еды, в принципе, здесь как бы весьма такие цены демократичные. Особенно в небольших городах. Еще, друзья, должен вам отметить, что здесь общественный транспорт вообще ходит очень исправно, работает и по расписанию, очень комфортный. И он не загрязняет атмосферу. Вот это арабские мотивы. И здесь местных жителей много арабов. И, наверное, я бы даже, если жил бы где-то в таком городе, я бы с удовольствием пользовался бы услугами общественного транспорта. Покупал бы билеты и ездил бы на автобусе, потому что здесь все рядом. Отель называется Альфонс Шестой. У них здесь был король Альфонс Шестой. Он тоже легендарный. Была такая знаменитость здесь, в этом регионе. Сторожевые башни такие смотровые остались от крепостных стен. А с той стороны река, либо это был искусственный рог, я даже не знаю, либо это она сама по себе природная такая. Но вот глядя вот так вот, понимаешь, что очень тяжело было вообще попасть в эту крепость, в этот город. И там еще есть одна крепость. И вот здесь вот, собственно, был дворец каких-то правителей. А сейчас это музей милитария, оружия, оружия, ну и, в общем, армии и всего такого. И, по-моему, даже вход туда бесплатный. Я вот по гуглу смотрю, вроде как бесплатный вход, но уже все закрыто. А, друзья, вот там вот течет река, и, то есть, вот здесь она проходит, здесь мост был, а здесь такая типа заводи. И я вообще не удивлюсь, что это было, может быть, даже искусственно сделано, вырыто как-то, хотя вряд ли. Наверное, это они просто нашли такое место, прям вот идеальное для того, чтобы сделать здесь крепость. Просто вообще, наверное, лучше даже и не придумать. Со всех сторон река и город находятся, собственно, на скале. Ну, на самом деле, да, вот это вот здание, оно Алказар называется. Оно прям вообще такое грандиозное, высокое и масштабное. Такое неудивительно, почему оно здесь есть, потому что Толедо был столицей Испании. В свое время и перед Мадридом. И, конечно же, здесь осталась такая архитектура помпезная. Такие, друзья, здесь атмосферные прям улочки. И все ставни, все закрыто. Причем здесь как бы люди живут в этих домах, все. Но все закрыто. Все замуровано. Вот кладка старая. Средневековая. И решетки. Можно часто встретить решетки на первых этажах. Видимо, это связано с тем, что либо здесь когда-то был криминал, либо он, может быть, есть до сих пор. И вот железные такие ставни на дверях. Друзья, это у нас, значит, церковь, собор. Это одна из самых, естественно, главных достопримечательностей Толедо. И, значит, не только Толедо и, естественно, и Испании. Она занимает здесь несколько кварталов. В общем, это церковь, собор, храм. Я даже не знаю, храмовый комплекс какой-то. Очень большой. И, наверное, в Барселоне только было что-то подобное. Вот то, что это саграда фамилия строят. И сюда, по-моему, тоже можно зайти. Очень высокий. Очень высокая церковь. И очень большая. Сейчас закрыто. Но, по всей видимости, сюда можно зайти. Кафедральный собор. Скорее всего, это. По всей видимости, можно зайти сюда. Бесплатно даже. Но вы должны все отключить. Все устройства, которые звуки издают. А, нет, билет 10 евро. Я извиняюсь. Вот стоимость билета 10 евро. Видимо, не такое место туристическое, как саграда фамилия. Оттуда 50 стоит вход. Они еще даже не достроили. И вот здесь вы можете обратить внимание, как ровненько подогнаны, во-первых, камни. И какая ровная кладка вообще. Понятно, что это как бы строили в средние века. И Испания была величайшей империей. Империей номер один, наверное, в мире даже. Ну да, в какое-то свое время. Конечно, они могли себе позволить всякие разные здания строить. И вот до сих пор мы с вами можем наблюдать их творение. Вот так, друзья, это все круто выглядит, конечно же. И здесь, плюс ко всему, оно еще вечером подсвечивается. Мало людей, здесь мало туристов. И можно насладиться. Там что-то похожее на фонтан, но оно сейчас не работает. И строение, конечно, грандиозное. Даже и сказать нечего. Причем, друзья, чтобы вы понимали, это не просто камни, там камни на камни, на камни как-то навалены. Это вот именно резка по камню и резка такая ювелирная. Вот здесь вот все, что угодно. Они не могли как бы донести людям неграмотно с помощью текста, поэтому они это все рисовали и в рисунках это все рассказывали. Доносили. Доносили до прихожан с помощью каких-то иллюстраций, либо рисунков. Определенно вот это конструкцию такую построить. А плюс ко всему еще вон там колокола висят. Они очень тяжелые. Это все поднять наверх. Здесь около, наверное, может быть даже 70 или 100 метров высота. Такие улочки сохранились, по которым даже на коне тяжело будет проскакать. Здесь-то, может быть, повозка проедет. Ну и машина. Ну и машина, соответственно, тоже проедет. А вот на двум машинам уже здесь не разъехаться. В общем, друзья, ходил я, ходил. И, короче говоря, здесь похоже на то, что это самая высокая точка в этом городе. И вот здесь вот Хуан-де-Падила. Короче говоря, памятник этому человеку. И город, старый город просто невероятно большой. Вот эти вот улочки. Вот вроде бы, думаю, сейчас она закончится. А она идет дальше и еще выше и выше и выше. И, короче говоря, я здесь весь вечер гуляю. И, думаю, даже одного вечера, может быть, будет вам мало, если вы хотите прямо окунуться в этот город, погулять. А вот это, кстати, парковка для местных жителей зарезервирована. Написано, что только местные жители могут здесь парковаться. И такое очень часто, между прочим, встречается в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok